После того, как мы испытали на разных источниках запахов средства ScanCount, на нас просто в массе посыпались вопросы о том, можно ли этим же препаратом убрать запах, который успел въесться во все поверхности помещений. Все-таки, когда запах истощается из какого-то одного локализованного источника, то масштаб этой проблемы относительно небольшой. Такой источник действительно относительно просто нейтрализовать или, в крайнем случае, выкинуть. Например, если речь идет про пятна кошачьей мочи на диване или, скажем, про запах рвоты на ковре, с такими ситуациями действительно идеально справляется ScanCount и до удаления аромата в большинстве помещений будет достаточно минимального объема этого средства, вот этих 100 мл, которые стоят копейки и позволяют полностью устранить запах. В таких ситуациях основная задача заключается даже не в том, чтобы запах нейтрализовать, а в том, чтобы найти его источник. Это может быть сложновато. Что же делать, если такого одного локализованного источника в одном месте, источника запаха нет? Если запах повсюду, им пропитались все поверхности, и нельзя какое-то одно место протереть тряпкой со средством, и запах исчезнет. Характерная ситуация, например, с таким повсеместным распространением запаха, это прокуренная квартира, где табаком воняет все, от мебели до обоев и дверей. Или еще более тяжелые случаи, трупный запах или сгоревшая еда, или тем более помещение после пожара. После даже относительно небольших пожаров дым проникает во все поры, даже микроскопические малые в стенах, в обоях, везде сохраняется, и отовсюду продолжает вонять гарью. Даже если после пожара вообще добило очистить стены, очистить потолки и полы, избавиться от запаха гаря не получится, потому что она сохраняется в порах поверхностей, во всех щелях. И фактически приведение помещения в порядок после пожара требует решения двух задач. Первая задача – это уборка сажи, уборка копоти, засохшей пены, если пожар тушили пожарники, различных обгоревших элементов интерьера. И вторая задача – это дезодорация, то есть целенаправленное устранение запаха гари. Про уборку, если вы захотите, мы расскажем отдельно. А вот с устранением запаха после пожара мы разобрались прямо сейчас. По этому вопросу мы проконсультировались со службой «Чисто», которая работает в Киеве и профиль работы которой – это именно удаление запахов и профессиональный клининг, бытовой и промышленный. В том числе все ребята из «Чисто» проводят в порядок дома и квартиры после пожара, после затоплений и смертельных случаев в любых случаях, когда достаточно сильно воняет. Они нам объяснили, как происходит уборка и дезодорация в таких ситуациях, и подробно описали эту процедуру и даже предоставили видеофрагменты с одной из таких обработок. Смотрите, как в квартире или в доме проводится устранение запаха после достаточно серьезного пожара. Изначально здесь проводится тщательная уборка, цель которой – убрать вообще все, что может быть источником запаха гари. Здесь важное замечание. Убирать нужно то, что, попросту говоря, подгорело. Из подгоревших обоев, подгоревшей мебели, напойного покрытия вывести запах будет невозможно. Эти обуглившие и почерневшие элементы будут вонять в любом случае. Да и кому они нужны, на самом деле, в интерьере нормального цивилизованного жилья, обгорелые элементы? Вы же не будете спать на обугленном диване и не будете оставлять обои с черным пятном. То есть все, что подгорело – все выбрасывается. Из того, что не подгорело – запах можно удалить. Даже если оно пропиталось этой гарью во время самого пожара и пропиталось достаточно сильно. Вот конкретно дом в пригороде Киева с полностью выгоревшими несколькими комнатами. Как видите, здесь в комнатах после пожара перед дезодорацией сняли обгоревшие обои, вынесли обгоревшую мебель, сняли напойное покрытие. Пожар здесь был сильный, помещение выгорело, сгорело практически все, поэтому не было смысла пытаться сохранить какую-то мебель или обои. Да, ситуация тяжелая, после которой возможен только полный капитальный ремонт. И задача здесь сделать так, чтобы в квартире еще до начала ремонта, а тем более после него, не было запаха гари. Кстати, обратите внимание, насколько сильно прокоптили стену на балконе. Видимо, здесь пламя было особенно сильным из-за доступа кислорода с улицы. И здесь выгорело вообще все. Сажи полностью покрыты все кирпичи на стене. В итоге в помещениях именно в таком состоянии проводится дезодорация. До этого нейтрализатором запаха опрыскиваются все поверхности, на которых оседал дым, даже если при пожаре они были покрыты обоями или другими материалами. При этом практически все молекулы продуктов горения, которые проникли в поры материала, в щели, в отверстия расщепляются либо связываются молекулами препарата и перестают вонять. Такое опрыскивание проводится из достаточно мощного попового опрыскивателя или из специальных генераторов тумана, в которых жидкий раствор нейтрализующего средства превращается в очень мелкодисперсный аэрозоль. Это самый длительный и трудоемкий этап всей дезодорации и всей уборки в помещении. Вы понимаете, что чтобы вывести запах полностью, также полностью нужно опрыскать все поверхности помещений каждый квадратный сантиметр. Причем так, чтобы он полностью сплошь покрылся нейтрализатором запаха. Для этого нужно скрупулезно, очень внимательно опрыскать все без исключения стены, полы, потолки, углы и различные элементы инженерных систем на стенах. Отверстия подразведки, штробы, крепежные отверстия и многое другое. После этого все помещения заполняются сухим туманом. Уже другим препаратом, который в виде очень мелких, ультрамелких капель смешивается с воздухом, заполняет все помещение, нейтрализует молекулы газов, молекулы сажи, которые находятся в воздухе и на поверхностях помещений. Сухой туман важен еще и потому, что он может с воздухом проникнуть в такие глубокие отверстия и щели, в которые препарат нельзя было намеренно запрыскать из опрыскивателя. В те же, например, штробы и электроповодки, в вентиляционные шахты, в дымоходы и т.п. Задуть сюда средства из опрыскивателя нельзя. А в виде тумана с воздухом нейтрализатор запаха благополучно сюда затянется, осядет на всех внутренних поверхностях и нейтрализует здесь молекулы ГАРИ. Кстати, такой момент. Перед самим устранением запаха помещение изолируется, чтобы из него не выходил туман с тем средством, которое должно нейтрализовать запах. На все окна натягивается пленка, изолируются выходные отверстия канала вентиляции, дымоходов, чтобы туман как можно дольше находился в помещении и оседал на поверхностях, на которых может оставаться запах. И все. После такой процедуры запаха ГАРИ в помещении не остается и он не появится здесь со временем. После этого здесь можно начинать делать ремонт, очищать все поверхности и приводить помещение в порядок. То есть, как видим, от устранения запаха в одном известном источнике на какой-то поверхности эта обработка отличается по своему принципу в использовании сухого тумана, как способ полностью нейтрализовать молекулы с тяжелым запахом, где бы они ни находились. На любой поверхности, в воздухе, в любых труднодоступных местах. Вся такая процедура дезодорации занимает примерно 40-50 минут в одной комнате. Соответственно, считайте, сколько времени уйдет на эту обработку в нескокомнатной квартире или в доме. Плюс около получаса требуется для подготовки помещения, для завешивания пленкой, для изоляции вентиляции, для подготовки растворов жидкостей. И еще около 2-3 часов нужно, чтобы туман осел на поверхностях и высох. После этого в помещение можно возвращаться, здесь можно снимать все пленки, проветривать его и запускать все работы, которые планировалось сделать после устранения запаха. Ну и сразу же появляются организационные вопросы. У нас они появились сразу. И ребята из службы чистота нам на них подробно ответили. Во-первых, можно ли такую обработку провести самостоятельно? Если достать соответствующее средство, нейтрализатор запаха? Нет, не получится. Потому что ключевая часть всей процедуры это заполнение помещения сухим туманом. А покупать для разовой обработки соответствующую установку, соответствующий аппарат, разбираться в его работе нерационально. Намного дешевле и надежнее вызвать службу, вызвать специалистов, которые уже имеют такую аппаратуру и умеют с ней работать. Если же туман не использовать, а рассчитывать только на опрыскивание поверхности, то будет большой риск сохранения запаха. Просто потому, что из опрыскивателя нельзя ввести средства во многие ниши, в которые в любом случае проникал дым. Подобные недоработки очень заметны в помещениях, в которых сухой туман не применялся. В них вроде и ремонт сделан хороший, и времени после пожара прошло много, и вроде бы идеальная чистота в помещении, но душок гари по чуть-чуть, но ощущается. Если помещение жилое, то бытовые запахи этот запах пожара постепенно забивают, но стоит людям хотя бы на пару дней из квартиры уехать и по возвращению они чувствуют, что здесь может быть полгода, может быть год назад был пожар. Чтобы этого не чувствовать, нужен сухой туман перед ремонтом. А чтобы использовать сухой туман, нужна служба. Потом, очень важный вопрос. Средства, которыми проводится дезодорация. На каждой такой обработке после пожара используется минимум два препарата. Один для опрыскивания поверхностей, второй для сухого тумана. Конкретно здесь, в этом доме, обработка проводилась препаратами производства Гарвард Кемикал Ресерч, американскими. Оба выбранных средства не только нейтрализуют запах гари, но и сами по себе ароматизируют помещение, добавляют в него приятный аромат. Уже упомянутый в начале видео сканкаут – это препарат от этого же производителя, и он используется именно для обработки поверхностей и предметов, являющихся источниками запаха. Многие люди перед заказом такой дезодорации интересуются, безопасны ли такие средства в помещении. Все-таки ими очень плотно покрываются все поверхности, эти препараты смачивают бетон, мебель и могут сохраняться в помещении очень долго, в том числе и после ремонта. Так вот, они безопасны. В них нет никаких агрессивных кислот. Они разработаны и прошли необходимую сертификацию специально для бытового применения в жилых помещениях. И за всю историю их использования неизвестно ни одного случая какого-то отравления ими, каких-то аллергий или нежелательных эффектов. То есть, после устранения запаха в помещении можно спокойно находиться, делать ремонт и возвращаться к нормальной жизни. При этом, в помещении, где пожар был локальным, ограниченным и, скажем, не были повреждены обои и большая часть мебели, обработка проходит практически так же. Удаляется то, что подгорело, а нетронутые огнем предметы и элементы интерьера опрыскиваются по мере возможности. Например, невредимые обои не опрыскиваются, чтобы они не намокали и не пузырились. Либо протираются с использованием нейтрализатора запаха и помещение обрабатывается сухим туманом. То есть, дезодорировать можно любое помещение вне зависимости от тяжести его повреждения огнем. и дезодорация проводится примерно по одинаковой схеме и в любых квартирах и домах. Ну а с нюансами, которые зависят от обстоятельств в конкретном доме и квартире. И, конечно же, цена такой обработки. Понятно, что она различается в зависимости от тяжести повреждения помещения, от комплекса услуг. Нужен, например, квининг перед дезодорацией или он уже проведен, от площади. Но в среднем конкретно в службе чисто можно ориентироваться на 50 гривен за квадратный метр обрабатываемого помещения. Конкретную сумму для конкретной квартиры, конкретного дома ребята рассчитывают непосредственно на объекте на предварительном бесплатном выезде, оценивается ситуация, рассчитывается площадь, учитываются все пожелания заказчика, согласовывается набор услуг, объем работы и формируется цена. Если она устраивает хозяина помещения, планируется выезд уже на обработку. А, собственно, выезд на осмотр и просчет для заказчика бесплатен. То есть, вас не устроила стоимость, вы ничего не теряете. Устраивает, мастера приезжают, чистят, выводят запах и вы возвращаетесь уже в свою квартиру или в дом, в котором уже нет запаха. Вот. Если у вас подобная ситуация и нужно или только удалить запах, или тем более и убрать в помещении, отмыть копоть и пену, а только после этого дезодорировать его, то служба чисто работает для вас. Ссылка на их контакты находится в описании под видео. Если у вас вдруг стряслась такая ситуация, звоните, согласовывайте. Вы смотрите за работой профессионалов и возвращайтесь в жилье, видео, в котором уже нет запаха пожара. В этом видео. Девчонку